На некачественную уборку снега во дворе своего дома пожаловались жители дома номер 4 по улице Тополей. Но, как отметила старшая по дому на встрече с главой города, у них нет претензий к управляющей компании. Дворники и техника работают добросовестно. Порой бывает, что расчищено не все, но это из-за машин, которые не удается отогнать во время уборки. Большинство жителей идут на встречу, но есть и те, кто безразличен к своим соседям. Вы знаете, да, некоторые да, а некоторые вообще стоят вот мертвым грузом и неизвестно где найти. Все из земли упадет, да? Да, все вот где за порой, за низом. Представляющая компания вешает объявление за три дня, вы представляете? Галина Федоровна бегает, она все машины знает, все номера машины. А вот на коммунальщиков, которые обслуживают 234-й дом по проспекту Кирова, жалуются постоянно. Тропинки к магазинам и остановки общественного транспорта вычищены плохо. Местами и проезды засыпаны старым обледенелым снегом. Такая же картина и у другого дома, уже по улице Старозагора, который находится в ведомстве этой же компании. Хотя проезды у соседних домов убраны даже после ночных осадков. Глава Самары, Елена Лапушкина, поставила перед недобросовестной компанией задачу все исправить в кратчайшие сроки. И затем уже постоянно проводить качественную работу, не дожидаясь жалоб жителей и замечаний от городских властей. Мне сегодня нападало, ее же вообще в принципе никто не убирал, ну согласитесь. Нет. Но это же не вот этот свежий снег, я понимаю там подтаял свежий снег, а вот этот лед. Во время объезда промышленного района мэр обращал внимание не только на дворы, но и на уборку дорог и общественных пространств. По улице на дорожной сети тоже есть замечания. После выпавшего снега, надеюсь, что эти замечания, которые мы сегодня выявили, тоже сегодня будут все отработаны. Сроки поставлены достаточно жесткие. Проверяла Елена Лапушкина исполнение своих поручений, которые дала коммунальщикам прежде. Так, во дворе дома номер 121 по московскому шоссе осенью сделали дорогу, парковочные места и тротуары. Теперь жители намерены подать заявку на участие в региональной программе содействия. Положительные изменения замечают и соседи, которые тоже хотят благоустроить свои дворы. Московская 131 раз, Новокзай 138 2, Падима 46 3, Новокзай 138 4, вот 4 заявки уже буду готовить летом. На соседе? На соседе, да. Галду хотят, там дорогу, много чего они хотят, но солисты будут участвовать. Летом жители хотят установить ограждение футбольного поля, а также украсить двор новыми вазонами и клумбами с цветами. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.